Здравствуйте, Дэйн. Вы много раз играли против Челси. Какой матч для вас самый, ангелый? Вы много играли против Челси. Какой матч вы помните больше? Мы победили против Челси. Да, много игр, но я помню, когда мы победили в Челси. Я помню те матчи, когда мы победили, но если вспоминать какой-то один, я помню, мы у них играли и тогда победили со счетом 2-1 или 3-1, я помню точно, что я забил. Именно поэтому мне не запомнился тот матч. Да, Кошечка. Матч с турниной точки зрения ни на что не влияет. Зенит останется в третьем группе. Как это повлияет на команду? Будете ли вы играть раскрощеннее, так как результат не будет дарить? Матч с турниной точки зрения. Как это повлияет на команду? Как это повлияет на команду? Как это повлияет на команду? Матч с турниной точки зрения? Будете ли вы играть на команду или нет? Как вы говорите об этом? Я думаю, что для нас это важно. Особенно для уверенности, для следующего матча, который также будет на субботу. Но мы очень фокусированы на сегодняшний день. Вы знаете, когда вы посмотрите, конечно, вы не играете для ничего, но вы играете для праздника, для баджа клуба. И особенно вы играете в доме, в front of our supporters. И мы хотим закончить это хорошо, вы знаете, с нашим головой. И, вы знаете, мы ничего не потеряем. Так что мы должны прийти на команду и играть на нашу лучшую футботу. Вы знаете, я считаю, что этот матч очень важен для того, чтобы мы показали все, на что мы способны. Хотелось бы на хорошей волне закончить Лигу Чемпионской вот этот сезон на отрывах и подойти в хорошем настроении к воскресному матчу. Плюс мы все-таки не играем ни за что. Мы играем за честь, мы играем за наших болельщиков, мы играем за клуб. И, конечно, хотелось бы их не подвести. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы уйти на такой небольшой, может быть, перерыв с высоко поднятой головой и гордо. То есть, должны сделать все для того, чтобы завтра не разочаровать ни себя, ни болельщиков. Вы упомянули матч в воскресенье. На ваш взгляд, матч с Динамо, он более важен сейчас? Нужно как-то концентрироваться на него больше или все-таки завтрашний матч он гораздо важнее именно на сегодняшний день? Вы ускорили матч с динамом. В твоей опиние, в твоей опиние, это матч с Динамо более важен или они имеются с самим качеством? Да, это матч с самим важным. Да, самое важное – это матч с чем мы играем на первую, мы будем фокусировать на матч с динамом, а потом мы будем фокусировать на матч с динамом. Как я уже говорил, это очень важно для нас и для команды, чтобы дать лучше для завтра. Таким образом, у нас есть уверенность и для завтра матч с динамом. Но, как я уже говорил, все зависит от нас, так что все в наших руках. Самый важный матч следующий. Мы должны хорошо выступить завтра, а после этого будем готовиться уже к поединку в воскресенье. Конечно, все зависит на данный момент от нас и то, в каком настроении мы будем пребывать и будем готовиться к воскресному матчу, в том числе, зависит от завтрашней игры. Какой игры вы ждете от Челси завтра? У них много травм, они уже вышли в плей-офф. Ждете ли у вас основного состава и в целом, как будет, конечно, команда вас ждет? Какие ожидания от Челси? У них много травм, и они уже в плей-оффе. Что вы думаете, что они будут делать на сборке? Да. Как я уже говорил, что Челси – это топ-тим, и философия от команды – он всегда хочет победить. И я не думаю, что они придут завтра, и, я не знаю, просто сидят и ждут за что-то. Они знают, что они хотят, они имеют такой системы, как они хотят играть. И, я не знаю, может быть, это плюс для нас. Но, как я уже говорил, если мы поддерживаем хорошо, все вместе, как мы сделали в первом матче, то, конечно, мы должны иметь наши шансы, и мы должны их использовать. И это единственное, что важно для нас. Челси – одна из лучших команд в мире, и, конечно, приезжая сюда, они постараются победить. Я знаю менталитет таких команд, я знаю менталитет этого тренера и его настрой на игру, на игры в целом. Я считаю, что, конечно, если говорить о травмах, то это небольшой плюс для нас. И если будем хорошо и грамотно действовать в обороне в грядущем матче, то у нас обязательно появятся свои моменты, которые мы сможем реализовать. Поэтому, мне кажется, что и шансы есть, ну и в целом, я ожидаю достаточно непростую. Будут ли еще вопросы, Дэни? Дэни, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы Сергею Семенкову.